А вам знакомо это чувство, когда, например, Госдума собирается рассмотреть очередной законопроект, запрещающий женщинам распоряжаться собственным телом, или уже приняла закон, запрещающий ЛГБТК+, как явление? Вот такие вот все законы. В момент, когда они принимаются и рассматриваются, спикер Вячеслав Володин, довольно улыбаясь, всегда говорит, что это по-нашему скрепно и православно. Вот вы тоже чувствуете это, да? Пахнет лицемерием. Секрет Полишинеля – это интимные тайны самого председателя Госдумы, который его пиарщики надежно спрятали от общества. Но вы не подумайте, я не собираюсь аутить Володина, как он это делает сам в отношении более мелких региональных чиновников. Напротив. На его примере и без какого-либо осуждения мы попытаемся понять, что, а главное, как российская политическая элита пытается скрыть от нас. Ну а поможет нам в этом журналистка проекта Екатерина Резникова. Екатерина, добрый день. Добрый день. Сегодня у проекта вышел большой текст, который я очень рекомендую нашим зрителям к ознакомлению. Ну а прямо сейчас хочу задать несколько вопросов. И начать хочется сразу с Володиной, на нем же эту тему и закрыть. Что удалось выяснить проекту, как пиарщики Володина скрывали неудобную информацию о нем и почему эта информация все-таки снова начала просачиваться? Это очень давняя история. Середина 2000-х. Володин уже делает федеральную карьеру, но еще у него есть амбиции в его родной Саратовской области. И тогда поговаривали даже, что он собирается стать губернатором. И вот накануне выборов в течение нескольких лет в местной прессе стали появляться статьи, которые Володина, скажем так, по его мнению, компрометировали. Это были статьи, в том числе, намекающие на его гомосексуальность. Я поговорила с журналистами из Саратовской области, старыми, которые работали в СМИ в середине 2000-х. Я поговорила с местными депутатами, которые тогда входили в законодательное собрание области. И они все подтверждают, что да, ходил такой слушок, мало того, какую-то пленку труду передавали, где якобы человек, похожий на Володина, был записан во время отдыха в бане. И вот об этом много-много писали. Но когда мы стали искать статьи, то выяснилось, что все практически из интернета пропало, удалено. И либо просто сами публикации исчезли на сайтах, где они выходили, либо просто время, скажем так, не щадит. Мы привыкли думать, что интернет помнит все, но, к сожалению, это большое заблуждение. Многие статьи удалось найти только в веб-архиве, которые говорили о Володине. Не только о его гомосексуальности, но о других вещах, о коррупции, о нечестных заработках, о том, что Володине платит налоги, были такие статьи в середине 2000-х. Все это сохранилось только в веб-архиве, но вот сейчас, в октябре этого года, у нас этот веб-архив, к сожалению, упал, пока не открывается. Будем надеяться на то, что этот огромный проект по архивированию всего, что было когда-либо в интернете, скоро снова заработал. Насколько я понимаю, проекту удалось установить, наверное, самое главное. Это как раз механизм, с помощью которого пиарщики российских чиновников скрывали компрометирующую информацию о себе. Расскажите, пожалуйста, как это устроено. Ну, Володин удалял о себе публикации с помощью суда, часть этих публикаций. И, к сожалению, столкнулся с тем, что об этих публикациях много писала федеральная пресса. Если я не ошибаюсь, у «Коммерсанта» был такой заголовок «Суд подтвердил гомосексуальность Володина». Это была такая громкая владела, в котором Володин, насколько я помню, в этой публикации упоминался не полностью по имени и фамилии, но в суде обвинение доказалось, что имелся в виду именно он. И после того, как это стало таким громким, слухи поползли, в СМИ стали писать о гомосексуальности Володина все чаще и чаще, и о других связанных с ним вещах тоже писали довольно часто. Поэтому другие чиновники и депутаты на его примере поняли, что лучше все делать тайно. И сейчас работа ведется в том числе и через суды, но, например, с использованием подставных сайтов, подставных компаний и подставных писцов. Так, например, глава Роспроднадзора Светлана Родионова удалила себе информацию из интернета и вообще запретила себе писать на территории Российской Федерации любые сведения, включая и сведения о ее карьере, собственности, семье и личной жизни. А сделала она это с помощью подставного писца. Что сделали пиарщики? Они создали компанию, зарегистрировали на нее сайт, на этом сайте опубликовали 30 заметок о Светлане Родионовой и в каждой из этих заметок добавили немножечко компромтирующих сведений о неком Иване Михальченко. Это такой человек из Москвы, который тут же пошел в суд, тут же подал иск, добился удаления не только этих компромтирующих его статей с подставного сайта, но и добился запрета, полного запрета публиковать любые сведения, указанные в этих статьях, в том числе и сведения о Родионовой, на территории России. И теперь Родионовой этим пользуется. Как только о ней выходит заметка, которая ей не нравится, она тут же подает жалобу в Яндекс и Гугл с требованием брать эту заметку из поисковой выдачи. И, как мы видим по результатам поисковой выдачи, часть из этих жалоб удовлетворяется, и новое расследование Родионовой из поиска публи убирается. У вас в тексте представлен прекрасный список из, я так понимаю, уже не увиденных нами заголовков, точнее, уничтоженных в рамках такой борьбы заголовков. Как нельзя называть Светлану Родионову по решению суда? Ревизора из Росприроднадзора, проценщица Родионова, бульдог Ростехнадзора, роза на помойке, крестная мать Ростехнадзора, королева бензоколонок, прокурорская блондинка, протеже Сечина. А что из своей личной жизни она пыталась скрыть, и что ей, судя по всему, удалось? А Родионовой давно писали, по данным Новой газеты, к сожалению, мы не смогли не подтвердить, не опровергнуть эти данные, что она является возлюбленной Антона Устинова. Это такой помощник Сечина, который работал советником президента, сейчас входит в управление компанией Согаз. И, ну, это богатый известный человек, который, в свою очередь, тоже, наверное, скрывает свою связь с Родионовой, поскольку он официально женат. В качестве посвенного подтверждения их связи новая газета в 2020 году приводила данные, что они периодически летают вместе. А Навальный в своем расследовании Родионовой указывал, что у Антона Устинова есть квартира по соседству с квартирой родителей Родионовой на Светном Бываре в Москве. Давайте поговорим про другого чиновника, про главу Росгвардии Виктора Золотова. Ему удается обманывать, как я понимаю, не только Яндекс, но и Гугл. Да, ему удалось обмануть Гугл по другой схеме. Дело в том, что Гугл до сих пор пользуется законом 1998 года об авторском праве цифровой эпохи. Это довольно старый закон, но работает он очень хорошо. Дело в том, что любой человек, опубликовавший что-либо в интернете, будь то изображение, текст или видео, обладает уникальным авторским правом на этот текст и может потребовать у Гугла удалить любые копии, воспроизведения, там, аммажи и так далее. Вот, и этим законом очень часто пользуются пиарщики. Схема еще проще, чем с подставными компаниями и судами, потому что, ну, суд еще попробуй обмани. Здесь все просто, они делают сайт подставной, подставной, опять же, публикуют на нем копию расследования, которое хотят удалить, и ставят дату чуть раньше даты того расследования, публикации расследования, которая была в оригинальном, в оригинальном материале. И после этого подают в Гугл жалобу на удаление этого материала из выдачи, поскольку вот есть оригинал, и он опубликован чуть раньше. И этот обман часто срабатывает. Мы, например, увидели, что Золотову так удалось удалить о себе расследование Центра Досье, а также перепечатки этого расследования, новости, основанные на этом расследовании, в изданиях Медиазона, Инсайдер и на сайте Каспаров.ру. Ну и что же он пытался о себе скрыть? Он пытался скрыть о себе историю о том, как он летал несколько лет подряд на отдых каждую зиму на Сейшельские острова в сопровождении своего сына, друзей генералов и молодых девушек. А также их сопровождал бенефициар комбината «Дружба на робот», который, наверное, оплачивал этот отдых. Это тот самый комбинат, с которым Росгвардия, как мы знаем из расследования Навального, заключила выгодный госконтракт на поставку овощей по завышенным ценам. То есть таким образом Росгвардия фактически оплатила этот роскошный отдых, просто заплатив за овощи во много раз выше стоимости их на рынке. Екатерина, а если напоследок попытаться резюмировать, то кто вообще чаще всего прибегает к таким инструментам? Я не знаю, бизнесмены, чиновники, федеральные, региональные. И какие именно истории пытаются скрывать о себе? Есть, конечно, и региональные чиновники, удаляют из региональных сайтов, но мы в нашем исследовании смогли охватить только федеральные издания. Больше внимания я уделяла исследовательским проектам. И то в итоге получилось более 1600 жалоб в Google на анализ. Но мы увидели, например, что часто активно о себе удаляют расследования так называемые авторитетные бизнесмены. Это люди, связанные с ОПГ. В 90-е они занимались разными мутными делами и в том числе имели дела с комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял тем. Это такие люди, как Петров, Траппер и так далее. ОПГшники солнцевские о себе удаляют статьи о том, как они, возможно, коррумпировали Трампа. Когда-то, когда еще в 90-е скупали у него недвижимость в Трамп Тауэр по завышенным ценам. А потом позже привозили его в Москву и тоже знакомили здесь с разными важными людьми. Удаляют о себе сведения и те, у кого есть внебрачные связи. Например, о любовнице министра иностранных дел Лаврова Светлане Поляковой зачищаются статьи. Также удаляют о себе сведения Марина Амафи, возлюбленная Эдуарда Худайнатова, и другие женщины-политиков. Есть еще такая ветка, удаляют о себе сведения основатели букмекерских контор, онлайн-казино и криптообменников, которых обвиняют в отмывании денег, в том числе после ввода санкций. В общем, да, в следующий раз, когда кто-нибудь из создателей таких сервисов будет говорить, что ни одного негативного отзыва про нас нет, стоит подумать, а не удалили ли они их предварительно. Я очень рекомендую нашим зрителям прочитать этот текст, он большой, но это совершенно точно стоит вашего времени. Ссылку на него мы оставим в описании к этому ролику. А у нас на связи была журналистка проекта Екатерина Резникова. Спасибо.